Жертвами наводнения в Европе стали семь человек. Проливные дожди обрушились на Германию, Италию, Польшу и Швейцарию. Мощные потоки сносили все на своем пути. Затоплены дома и машины. Прервано железнодорожное сообщение. Для судоходства закрыт Дунай. Сильно пострадали фермеры. Хронологию событий восстановили корреспонденты КТК. Машины и здания в воде. Дороги превратились в бурные реки. Так сейчас выглядят многие европейские города после проливного дождя. Сложная обстановка в южной части Германии. Там мощного потока воды не выдержали сразу несколько дамп. Власти объявили режим ЧС. Более трех тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Людей эвакуировали на вертолетах. Вода поднялась на 20 сантиметров за 10 минут. Такого количества воды мы еще никогда не видели. Жертвами природной катастрофы уже стали как минимум 7 человек. Один пожарный утонул, спасая людей в городе Фаффенхофене. Еще одну женщину нашли во вторник в затонувшем автомобиле. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Мы в полном шоке. Мы скорбим о коллеге и соболезнуем его семье. Мы с ним хорошо общались. Но работа по спасению должна продолжаться. Помочь людям пережить эту катастрофу – наша задача. Наводнение нанесло непоправимый ущерб и сельскому хозяйству. Затоплены тысячи гектаров полей. Из-за оползня вблизи города Швебиш-Гмюнда сошел стрельцев поезд. В вагонах находились 185 человек. Жертв удалось избежать. Почти полностью затоплен исторический центр города Пассау. Удара стихии не выдержала старинная крепость. Рухнула одна из стен. Природных катастроф, а в особенности наводнений, становится все больше и больше. Это вызвано изменением климата. Это проблема федерального масштаба. В пострадавших районах работают аварийные службы. Наводнение нанесло огромный ущерб. В Италии, недалеко от города Удине, трагедия случилась прямо на глазах у спасателей. Трое туристов оказались в ловушке на берегу реки. Подросткам бросили веревку, но они не смогли дотянуться до нее. Их смыло водой. Позже нашли тела двух девушек. Мужчину еще ищут. В операции задействованы вертолеты и дроны. В Польше мощные потоки сносят все на своем пути. Похожая картина и в Швейцарии. Там из берегов вышла река Аре. Сейчас в странах Европы работают больше 40 тысяч спасателей, пожарных и волонтеров. Где вода уже спала, местные жители подсчитывают убытки. Многие строения не подлежат восстановлению, а синоптики дают неутешительные прогнозы. Проливные дожди продолжатся и в ближайшие дни ожидается пик паводков.